кроме телефона и компьютера больше неужели ничего нету отвлеките детей от этих вещей дайте им что-то живое посмотрите на салаху дин аюбия прочитайте прочитайте историю мхаммад аль-фатиха прочитайте историю великих сахабов как зубайр ибн ауам и его мать софия воспитала как халид ибн алида воспитали нас девочек воспитывали на стыд воспитывали на порядочность воспитывали на сдержанность им�� бисмила халд урахмана рухимEst Catом где всадите им меня его страны оба amiN Субтитры о сезбатах Хвала Аллаху Всевышнему, что Он создал нас мусульманами, дал нам разум, дал нам мышление, дал нам понимание этой религии. Мы благодарим Аллаха за все блага, которые Аллах нам дал. Из этих благ этого мира, как Аллах в Коране и сказал, аль-маль, аль-бануна, зинат, аль-хаят и дунья, наши имущества и дети, они являются красотой этого мира. Я хочу сказать несколько слов о важности этих наших детей, которые Аллах нам дал, и наша сегодняшняя халатность по отношению к этим детям. И насколько большой нигмат является, что Аллах дал нам детей. Ибо Аллах мог и не дать. Как мы видим, некоторым Аллах и не дал. И когда Аллах нам дал этих детей понимать нигмат этого, осознать и быть благодарным Аллаху за это. Аллах в Коране говорит, «Я хлюк ма яша». Аллах творит, Аллах создает, кого Он хочет. Что Он хочет. И люди думают, некоторые, как будто бы Его заслуга. Он родил детей, Он их растет, как бы. Он что делает? Он ничего не делает, они сами растут. А от Него годы идут, день идет, месяц идет, год проходит, два, три. Дети сами растут. И рызг, кто живой человек, рызг тоже получает. Но Аллах дал тебе этого ребенка. Аллах говорит, Аллах кому пожелает, дарует девочек. Кому пожелает, Аллах дарует мальчиков. Или некоторым дает и мальчиков, и девочек. Обоих дает. А кого Аллах пожелает, Аллах его делает бесплотным, даже и не дает. Аллах все знающие, Аллах создающий, Он создатель, Он знает, Ему все ведомо. И Он как пожелает, так оно и будет. И Аллах сделал так. Дал тебе детей. И ты должен смотреть, осознавать. Это нямат Аллаха, который Аллах тебе дал. И на тебя Аллах возложил. Вот твои дети, вот они, аманат. Вот они чистые. Вот они, Аллах рождает их без никаких изъянов. Без никаких порочностей в религии. Они бывают чистыми, безгрешными. Как Аллах, как Пророкс сказал, Каждый ребенок, он рождается с чистым сердцем, чистым убеждением, чистым религией, пониманием. Рождается каждый ребенок. На естественном образе религии. Ребенок, в душе у него заложено, в душе ребенка заложено Единобожье. У него заложено правильное понимание на этот свет, на все. Пророкс сказал, что он приводит этот пример, как животное, которое, отметку мы делаем, отрезавое ухо. Она, когда рождает, она же не рождает животное с отрезанным ухом. У теленка или у огненка, у него же ухо бывает целое. Пророкс сказал, что потом вы режете ей тоже ухо. И точно так же, когда родители, у них какие-то грехи, они отклонились от религии Аллаха, они отклонились от правильного образа жизни, дети тоже потом походу становятся похожими на родителей. Вот наше общество, наше окружение, родители влияют на этих детей и делают их на себя похожи. А натура их, этих детей, бывает чистая. И поэтому Аллах нам дал этих детей и на нас положил аманат, беречь этих детей и воспитывать этих детей. Пророкс сказал, что говорит в хадисе, Каждый из вас ответственный, и с каждого из вас будет спрошено за его ответственность. И отец в семье является ответственным, и с него будет спрошено за его ответственность. Мать и семья является ответственным, и она будет спрошена за ее ответственность. Поэтому, дорогие братья, очень хочу напомнить нам всем про эту ответственность, которую мы в последнее время очень забыли, которую мы бросили. И допускаем большое хияанат, большое предательство по отношению наших детей. Не воспитываем этих детей. И самая большая сегодняшняя проблема – это телефон. Мои дорогие братья и сестры, мы воспитываем, не должны отдавать наших детей к телефону. Когда сегодня мать кормит своего ребенка, она ланят с телефоном. Когда ребенок плачет, отдает ей в руки телефон, она успокоится. Маленький ребенок, грудной ребенок, когда ничего еще даже не знает, когда он плачет, неужели нет другого метода, кроме телефона? А помните, братья и сестры, оставьте телефон, успокойте его самым чем-то другим. Мы жалуемся, что дети с самого начала, они вот пользуются телефоном. Мы их приучаем, когда он плачет, ему годика еще нету, мы приучили его к телефону. Мы приучили его листать экран телефона. Мы приучили его к этим, решили его успокоить. То есть мы решили избавиться от ребенка. Вот ты главное мне не мешай. Вот будь чем хочешь, занимайся чем хочешь, делай что хочешь, но мне главное не мешай. Не так воспитываются детей, не так их надо воспитывать, дорогие братья и сестры. Это большой аманат, который Аллах нам дал, эти дети. Когда мы с детства их приучили к телефону, и дальше сначала мультики, потом игры, потом одна хуже другой, и потом мы жалуемся, мол, молодежь сегодня такая пошла, вот молодежь сегодня невоспитанная, вот молодежь такая, вот молодежь такая, вот молодежь, и всегда жалуемся на молодежь. Не молодежь виновата, виноваты мы, которые им, их не воспитали, которые далее избавились от этой ответственности. И они сами выросли как-то на произвол судьбы, сами вот. Вот как кустарник, который растет, ее не поливают, они не ухаживают, ее не стригут, ничего с ней не делает, сам растет. И вот так наши дети тоже сами растут. И потом, когда он уже вырос, потом мы говорим, иди, сынок, садись здесь, вот это нельзя делать. Он уже вырос. Он уже все время воспитания, ты опоздал, брат, уже все. Поэтому надо детям, дорогие братья, дать внимание, оставьте этот телефон, дайте им что-нибудь другое, дайте им живые игры, играйте сами с ними, введите их куда-нибудь в живые места, введите их на природу, введите их сюда, введите их туда, играйте сами с ними, играйте или покупайте им живые игры, оставьте телефон. Когда ребенок, маленький еще, маленький ребенок, мать или отец дает ему телефон с интернетом, включили YouTube на смотри. И иди в ту комнату, а он там появляется, самый-самый развратный, самый-самый, один хуже, другие мультики появляются, он сам там ищет, 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 листает, листает, и это влияет на его подсознание, и он растет вот так, и это начинает, он уже болеет этим самым, потом начинает играть в всякие игры, потом он начинает, одни, которые влияют на его психологию, самые какие-то игры, покупают какие-то игры, увлекаются сетевыми играми, и ушел от нас. Все, живет в другом мире. Все, его невозможно уже перевоспитать. Ребенок уже испортился. Не испортился, а точнее испортили его, его родные родители, потому что не дали ему внимания. Не дали. Это то же самое, как ребенку дать, маленькому ребенку дали нож, то, что он плачет, наиграйся с ним. Игрался, игрался, себе что-то порезал. А то же самое телефон, когда мы даем, но он плачет, что делать? Дай что-нибудь другое, и наши предки, до того, как появление телефона, никак не могли что ли их успокаивать? Успокойте их чем-нибудь другим. И то, что сегодня психологи говорят, то, что те люди, которые воспитывают детей, говорят, то, что я сам видел, мое окружающее видело, самый лучший метод для того, чтобы отлучить от телефона, это вообще просто не дать. Некоторые дают мало, тоже лучше, конечно, чем вообще им без ограничений давать. Но самое лучшее, вообще, чтобы они забыли этот телефон и чем-нибудь другим занялись. Как, например, эта наркотическая доза, а то, что человеку дашь малую дозу, это им лучше не станет. Да, это лучше, чем много, но самое лучшее, вообще, сделать так, чтобы он забыл этого, отвлечь чем-то. Да, вы скажете, это невозможно, сегодня в телефон, каждый ребенок ходит с телефоном, невозможно этого так сделать, невозможно этого исправить, невозможно защитить детей от телефона, и как-то, это невозможно, вы живете в другом мире, вы скажете мне и любому, кто говорит на эту тему. я бы ответил вам, дорогие братья и сестры, таким примером, если, например, враг нападает на вас, вы должны победить врага, от того, что вы не можете победить этого врага, вы же хотя бы стараетесь как-нибудь защититься, вы стараетесь как-нибудь убежать от этого, как-нибудь меньше вреда получить от этого. Вот этот враг телефон и интернет с плохой стороны, используя его на плохую сторону, идет в наши дома везде, но надо же хоть меньше вреда получить, защитить себя и своих детей, свое окружение, чтобы они не испортились этим самым. Надо же защитить их. Мы видим сегодня это очень такие случаи, что дети уже играли-играли с телефоном, дошло до того, чтобы человек повесился. И кто ответственный за это? Когда детям дают деньги, они на эти деньги покупают какие-то что-то для своих игроков в телефоне. Субханава, посмотрите, деньги, вот дает человек деньги, на что потратил деньги? Ну, там в телефоне у меня игрок есть один, на него какое-то оружие купил. На это тратят деньги. Уже он ребенок, свои деньги у него еще нету, он с этого начинает. Когда он вырастет, когда у него появятся деньги, он что будет делать? Поэтому, дорогие братья, не приучайте детей к телефону, не давайте детям телефон, а найдите замену. Ребенок учится в школе, отлично выучил, пятерку получишь, я тебе куплю телефон. Экзамен вот так, вот так, знаешь, я тебе куплю компьютер. Вот это, вот это сделаешь, я тебе куплю телефон. кроме телефона и компьютера, больше неужели ничего нету? Отвлеките детей от этих вещей, дайте им что-то живое, спасите ваших детей до того, как будет уже поздно. Исправьте положение, берегите ваших детей, посмотрите на историю все выдающие люди их, за ними стояла их мать в основном. Посмотрите, прочитайте историю имама Аль-Бухари, как его мама о нем с раннего детства заботилась, как она его воспитала, как она вместе с ним весь мир объехала. Посмотрите на историю имама Аш-Шафия, который рос без отца сирота, как мама его с Палестиной повела в Мекку, как в Мекку он учился, как оттуда в Медину и как он стал большим имамом. Посмотрите на историю имама Ахмада, которая мама его зимнюю ночь до утреннего Азана вставала, чтобы грела для него воду, зажигала огонь, там же не как спички зажечь огонь, как сегодня, или газу включила, на газовый плиток поставила, или Тифан нажала, не так просто же. Зажигала огонь, зажигала костер, на ней грела ему воду, до утреннего Азана будила имама Ахмада, маленький ребенок, чтобы он сделал омовение. имам Ахмад делает омовение, и в эту темную ночь мать имама Ахмада, которого нету отца сирота, вместе с этим ребенком идет на утренний намаз, ждет, отпускает, отправляет его в мечеть, ждет на улице, пока он оттуда выйдет, и так каждый раз водит его в мечеть, чтобы он приучился к мечети, чтобы он приучился к религии, и посмотрите, каким большим имамом он стал, имам Ахлю Сыну Аль-Джама'а, Ахмад Ибн Хамбаль, и все, посмотрите на Салах Один Аюбия, прочитайте, прочитайте историю Мухаммада Фатиха, прочитайте историю великих сахабов, как Зубайр Ибн Ауам и его мать София воспитала, как Халид Абн-Уалид воспитали, как других выдающихся людей, прочитайте, сами читайте, вместо того, что дать им телефон, посадите вашего ребенка рядом и читайте ему, сранил, до уже, до того, как ребенок родится, уже, он внутри матери, уже, у него уже слух есть, уже у него мозг формировался, Аллах создал ему уже понимание, он слух уже есть у него, в этот момент, когда мама читает Хуран, ребенок уже слышит, а мама только вот телефон взяла и все, больше ничем она не занята, когда все, разговор матери уже, ребенок слышит, оттуда, посмотрите, ребенок маленький, хоть какой бы стране он не был, даже вот, например, здесь, на нашей стране, где-то ребенок родится, и он в Англии или в Франции куда-нибудь с рождения дадут, не к его родителям, он до двух лет начинает уже на французском разговаривать, то есть, мозг детей, он быстро принимает, и мозг детей, он не слышит ничего полезного, слышит вот эти ютубы, все вот эти мультики, то полезные, то вредные, то непонятные, и живет в этом мире, и вот так мозг у него формируется, нету ничего полезного, когда он вырос, уже ребенка воспитывать надо, дорогие братья и сестры, до семи лет, до семи лет, уже вот он, полностью его мозг, его понимание, его мышление уже формируется до этого, надо воспитывать его, надо ему рассказывать, надо ему читать, сесть рядом, и читать ему разные истории, истории, самый возможный вариант, прочитать им истории пророков, через эти истории много чего вы получите, людей там есть, прочитать им все их истории пророков отряд, и очень многое воспитание через эти истории есть, прочитать им много чего, и надо вот так внимание дать, дорогие братья, нашим детям, смотреть, чем они занимаются, спасти наших детей, и ни в коем случае не оставлять детей с телефоном, зачем маленьким детям телефон, школьники уже, они начинающие классы, уже у них есть группы в WhatsApp, уже маленькие дети в школе, группы, вы ваших дочерей, посмотрите, у нас в Дагестане, и на всем Кавказе, в мусульманских странах, у нас девочек воспитывали на стыд, воспитывали на порядочность, воспитывали на сдержанность, и вот это воспитание сохранялось, у нас есть, вот это скромность, и поэтому наши матеря, вот эти сегодняшние маленькие девочки, они завтра уже матеря наши, они достойные были, а сегодняшние девочки, которые уже начинают в наших классах, в группах всяких, прямой контактное общение, они уже быстро испортятся, как они будут семью свою создавать и сохранить, вы посмотрите на немусульманские места, на немусульманские страны, на эти общества, у них нету семья, такое понимание, как семья, уже у них исчезает, у них нету порядочность, святость, уважение семьи, они не умеют создавать семью, потому что нету религии, нету воспитания, нету скромности, нету целомудрения, и там нету семьи, а у нас, аль-хамдул-лях, у нас есть семья, у нас в мусульманской обществе нету порядок, у немусульман улицы чистые, порядок есть, политика есть, держава есть, много чего есть, а у мусульман, то, что у нас осталось, это семья, это дети, одного ребенка, еле-еле некоторые семьи, не мусульманские, посмотрите, двоих детей, максимум три детей, это сколько, какая редкость, а у нас, посмотрите на мусульманские семьи, у нас есть дети, это большой успех, у нас есть дети, аль-хамдул-лях, у нас есть семья, вот это святость семьи, надо сохранить, надо воспитывать детей, надо беречь наших детей, а если мы вот сейчас, как вот это идет вот вперед, вот как она вот сейчас двигается, вот эта система нашей жизни, в том же плане, если вперед она дальше тоже пройдет, то на будущее нам нечего ждать, и сегодня мусульманские семьи и немусульманские семьи, одно и то же, также такой же упадок, такой же развал, который мы видим в семьях немусульманские, то же самое у нас тоже уже станет, мы видим разводы уже увеличиваются, мы видим уже дети, уже родители не слушаются, все это идет, потому что мы в свое время не дали должное внимание нашим детям, все психологи сегодня тоже утверждают, любой ребенок, он предпочитает общение с родителем больше, больше, чем любые игры, если родитель должен уметь, если родитель находит общий язык своим детям, а он это и должен, это его обязанность, поэтому Аллах ему говорит, о те, которые уверовали, вы защитите себя и ваши семьи от огня адского, топливом которого служат люди и камни, поэтому защитите, берегите ваши семьи, вот это амана, ответственность Аллаха, которую Аллах на нас возложил, если мы выполнять не будем, выполнять не будем, у нас будут большие проблемы и на этом все эти в Ахрате, поэтому, дорогие братья, воспитывайте ваших детей, и не давайте ваших детей на воспитание к телефону, найдите для этого замену, это ваша обязанность, это ваша ответственность, Сурова, которую Аллах вас накажет на этом свете в Ахрате, если халатно относитесь к этому. Пусть Аллах убережет наших детей от всего зла, которое постигает на нашу ум. Пусть Аллах даст нам и нашим детям понимание в религии. Пусть Аллах даст им иман и нам в тавфиq, в благополучии, в их воспитании. Чтобы мы от того, что общество испортилось, люди испортилось, и мы тоже, чтобы не испортились. Пусть Аллах зашитит нас, наш их детей. Сейфу амблак. Бхамду лиллах и Раббал Алями.